В самом начале скажу одну из моих самых любимых фраз, которую я применяю к трейдингу. Фраза не моя, я ее заимствовал. Жизнь как коробка спичек. Обращаться с ней серьезно смешно, обращаться несерьезно опасно. Так вот трейдинг это абсолютно то же самое. Я видел честно огромное количество людей, которых по сути дела трейдинг убивал. Я видел огромное количество людей, которых трейдинг делал счастливыми. Но когда кто-то говорит наверное слово счастье в трейдинге, это не значит, что вы будете счастливыми, потому что вы заработаете много денег. Хотя деньги в принципе нужны обязательно и деньги в какой-то момент однозначно покупают вам счастье, потому что счастье и слово свобода, будем говорить так, это слова, которые синонимы. Как люди вообще натыкаются на информацию о трейдинге? Вы знаете, честно, вот я абсолютно не побоюсь сказать, но на сегодняшний день появилось огромное количество людей, которые о трейдинге не знают ничего. Вот в прямом смысле слова. Мне абсолютно не стыдно сказать, хоть и многие говорят, что существует в нашей индустрии, будем говорить, такой ключ, который называется, ну ни о ком не надо плохо говорить. Честно, мне очень обидно, что есть огромное количество недобропорядочных людей, которые к сожалению вас ничему не научат, это в лучшем случае. В худшем случае вы потеряете просто кучу денег, потому что вещи, которыми они учат, они просто не работают. Особенно сейчас появилось огромное количество криптогуру. Ровно год назад опять все пропали, по одной простой причине, потому что криптоиндустрия была мертвая из-за, будем говорить так, из-за биткоина, а сейчас вдруг появилась криптогуру, всему вас научим торговать крипту и все остальное. Нет, я ничего никому не доказываю, я пытаюсь тупо вас предостеречь, да, тупо вас предостеречь. Поэтому задача предельно проста, задача предельно проста. Вы должны понимать одну вещь, что перед тем, как куда-то пойти учиться, вы должны элементарно понимать, куда вы идете. То есть, как минимум, послушайте этот лес, этот человек несет какой-то здравый смысл. В последнее время участились вот это огромное количество людей, которые нахерачат 350 индикаторов, покажут вам, и вы будете сидеть и учиться вещам, которые не работают. Просто не работают. Поэтому вот это основная проблема, это то, что люди видят какую-то информацию в интернете, а трейдинги, она абсолютно разная, очень часто противоречивая. Один говорит, работает уровень, один говорит, не работает. Для того, чтобы понять, работает уровень или нет, просто элементарно, как я уже сказал. Посмотрите вырезки из моих вебинаров. Мой совет один, перед тем, по-простому, как куда-то идти учиться, да, вы должны как минимум понимать, как минимум понимать, что человек понимает, что он делает. Это очень и очень важный факт, потому что 90% людей, к сожалению, они не понимают, что они делают. И когда я слышу некоторые вещи, например, мне как профессионалу, очень легко понять, говорит человек на самом деле какой-то здравый смысл или вещи, которые он говорит, не работают. Обучение заключается в двух вещах. Есть люди, которые могут себе позволить обучение. Там все предельно просто, идете и покупаете обучение у человека, который вам нравится. А есть люди, которые не могут позволить. Также есть люди, которые не могут себе позволить, но они клиенты компании Gerchikinko. Если вы клиент компании Gerchikinko, у нас есть так называемый бот-наставник, с помощью которого вы можете получить базовые вещи абсолютно бесплатно. Поэтому представьте себе, у вас нет определенной суммы денег для того, чтобы идти учиться. Первое, что вы должны понимать, и основное, да, основное, что люди приходят в тренинг для того, чтобы заработать. И если вы не получите элементарных базовых вещей, то есть мой совет один, вы должны иметь элементарное базовое образование. То есть вы элементарно должны понимать, что такое база. Что такое база? Вы должны знать, что такое тормоза, вы должны знать, что такое газ, что такое руль, педали и все остальное. То есть первое, что вы должны понимать, байсер, И первое, что вы должны понимать, это то, что существует база. Если вы, да, у меня просто есть друг, который со мной утром приходит и со мной завтракает. Первое, что вы должны понимать, что есть байкануенные базовые вещи, которые вы должны знать. Это что такое стоп-лоус, что такое АТР. Вы знаете, что самое обидное, что 90% людей, которые переходят, приходят переучиваться от других недопропорядочных преподавателей, не знают, что такое АТР, как его считать, как им пользоваться. Люди приходят, я рассказываю, говорю, вот есть такое понятие, которое называется паранормальный бар. Люди не знают, что такое паранормальные бары, люди не знают, что такое АТР, люди не знают, как правильно рассчитать стоп, люди не знают, как правильно рассчитать депозит. Так вот, у нас на канале Герчик НКО, у меня на канале Герчик Есть огромное количество информации, которая вам поможет правильно понимать базовые вещи. Без базы вы не имеете права просто вообще никуда двигаться. Есть книжка, например, просто элементарная, вы можете просто на книжке купить книжку. Это самый дешевый вариант, Лена сейчас сбросит книжку. Или у кого нет денег на книжку, вообще даже параллельно можете, пожалуйста, скачать, зайти у нас, зарегистрироваться в компании Герчкин Кло и скачать книжку «50 оттенков Форекса». Эта книга как минимум вам даст какие-то базовые вещи. Без базы вы не имеете права вообще садиться торговать. Вот это просто элементарные вещи, без которых, скорее всего, я бы на вашем месте просто тупо ничего не делал. Самый большой, конечно, миф и стереотип – это то, что трейдинг – это азартная игра, что это казино, что нельзя заработать деньги, и люди там теряют деньги. Это абсолютно неправда. Как и неправда то, что с первого дня можно работать в безубыток. Можно работать в безубыток с первого дня. Если вы с первого дня будете элементарно соблюдать правила. Если вы будете соблюдать, например, просто элементарное правило «три к одному». Лен, сбрось, пожалуйста, на действительную ссылку на компанию «Герчкинко». Если вы будете с самого начала соблюдать правила, я гарантирую каждому из вас, вы не потеряете деньги. Вот реально гарантирую. Хотя американцы говорят, что гарантировать можно две вещи. Это только то, что ты заплатишь налоги. Раз. Раз. И то, что ты умрешь, можно гарантировать то, что если человек будет соблюдать все правила, минимум три к одному, то он как минимум не потеряет деньги. Как минимум не потеряет деньги. Вот задайте себе вопрос. Можно ли получить 100% убыточных сделок, например, из 50? Ответ – 200% нет. Даже если вы поставите тейк 10 к одному, то из 50 сделок, ну только если рынок не будет совсем мертвый и не будет просто в узком канале, вы никогда в жизни не получите 100% убыточных сделок. Это невозможно. Невозможно. Даже если вы просто будете тыкать на график, у вас все будет хорошо. Так вот представьте себе такую ситуацию. У евро, например, средний АТР сейчас чуть-чуть поднялся от 60 до 80 пунктов. Так? GBP там 125-150-160. Представьте себе, что инструмент открывается там, где он практически закрылся. То есть мы стоим в начале АТР. И инструмент находится у каких-то очень серьезных уровней. Так вот если вы зайдете в начале АТР, у вас практически все шансы для того, чтобы заработать при условии правильного понимания направления инструмента. Поэтому, говорю сразу, те, кто считает, что трейдинг это азартная игра казино, ответ 200% нет. И поэтому просто элементарно посмотрите на меня. Как я уже сказал, я знаю, что здесь много людей и многие скептики. Поэтому я торгую в реале. Я выхожу с реальными видео и на инстаграме, и на телеграме и рассказываю. Когда, кстати, нефть первый раз пробивала 30 долларов, я сказал, что нефть выглядит очень хорошо. И последний раз, кто видел в моем телеграм-канале, когда нефть пробил канал 54, я сразу сказал, что нефть уйдет в небеса и объяснит. То есть я реально могу объяснить, почему тот или иной инструмент может пойти. Самая большая проблема, которая преследует всех вас. На рынке можно очень быстро разбогатеть для того, чтобы решить свои финансовые проблемы. Но тут я скажу словами моего любимого шнура группы Ленинград. Быстро можно получить только пиздюлей. Вот это до такой степени корректное объяснение вот этой проблемы, это просто пипец. То есть даже если вы, вот здесь молодой человек правильно сказал, ничего не знаете о трейдинге, вы получите свои 25-30% положительных сделок. Вы знаете, хотите, я вам дам очень интересный пример. Вот сейчас просто ради интереса. Это не запись, это прямой эфир. Я не буду сейчас объема, ничего не буду рассказывать. Сегодня не буду ни о чем рассказывать, просто вот задам вопрос. Вот просто поставьте сейчас плюсы, просто ради интереса. Я не использую ни стакан и принты. Поставьте сейчас плюсы, кто потерял в той или иной степени деньги на рынке. Не стесняйтесь. Просто я вам кое-что расскажу. Вот вам послали ссылку на 50 оттенков серого. Кто терял деньги на рынке, ничего, поставьте плюсы. Давайте. Кто уже потерял деньги на рынке? Я вам сейчас кое-что скажу. Так. Там должно много людей быть. А теперь я вам... Виталий, через ты уже не теряешь, поэтому тебе не надо. Я все вижу. Ну вот человек сказал, что Форекс это проблема, потому что цена идет против большинства. Но это полная херня. Цена идет везде против большинства, неважно на каком рынке вы торгуете. Самое главное понять, куда идет цена и ее понять. Так вот, я вам интересную вещь расскажу. В свое время в Англии были даны одной группе людей небольшие правила. Задача, знаете, какая была, сейчас будете смеяться. Задача была потерять депозит. Насколько я помню, я может где-то ошибаюсь, в программе потери депозита участвовало 30 или 40 человек. То есть задача была предельно просто. Были простые правила, просто там, например, выставлять стоп и выставлять тейк. Ну, я к примеру говорю. И были даны, дана была задача, это чтобы люди потеряли депозит. Как вы думаете, какое количество людей потеряли депозит, слили? Я уверен, что ответ вы знаете. Ноль. То есть, если вы себя заставите потерять депозит, ваши шансы потери депозита тупо равны нулю. То есть, если вы заставите себя терять деньги, вы их не потеряете. Вы теряете деньги, как сказал когда-то Брон Мюнхгаузен, с умным лицом. Вам кажется, что у вас есть система, что вы все знаете и вы все правильно делаете. Так вот, если вы себя заставите терять деньги, вы никогда не потеряете. Поэтому элементарные вещи, элементарные вещи, какие-то базовые вещи нужно обязательно пройти. Как я сказал, моя книжка, 50 оттенков Форекса, бот-наставник. Это элементарные вещи, которые вам помогут просто элементарно совладать с какой-то базой. Следующее. Существует некий Граль, что есть стратегия абсолютного успеха, нужно только ее скопировать. Кто смотрит видео Герчика, тот знает. Граль не существует. Граль существует только в одном. Домашка. Объясню почему. Дело в том, что за последние 23 года рынок, наверное, менялся, ну, я не могу сказать сотни раз, но в год, наверное, рынок меняется 5-10 раз. То есть рынок ведет себя абсолютно по-другому. То растет волатильность, то падает волатильность, то инструмент ходит один день вверх, один день вниз, один день вверх, один день вниз. То есть каждый день, каждый день у нас получаются какие-то проблемы, которые, по сути дела, несет за собой конъюнктура рынка. Что такое конъюнктура рынка? Это по-простому поведение. Если вы не видите и не можете понять, как себя ведет рынок или что-то делать, вы не сможете зарабатывать долго. Вы в какой-то момент, когда рынок будет трендовый, ну, давайте скажем так, когда евро шел с 1.11, как я сказал, до 1.20, там, до 1.21, я сказал, что евро будет идти вверх, у него очень сильный коридор. Все, что можно было заработать деньги. А когда евро становится в ренч и идет между 1.21 до 1.19, абсолютно без уровней, вас просто покалечат там. Поэтому задача предельно проста. Вечного ничего не бывает, кроме домашки. Вы каждый день должны делать домашку с учетом волатильности рынка. Упала на рынке волатильность, естественно, тейки должны быть, надо умереть свой пыл, естественно, и стопы должны быть тоже, естественно, поменьше. Поднялась волатильность, можно, естественно, немножко увеличивать стопы. Люди сейчас приходят торговать на криптовалюту. Да посмотрите, что делается иногда на биткоине. На биткоине иногда инструмент ходит 1200-1300 пунктов там в 5-минутной или там 15-минутной свече. Вы прекрасно понимаете, что если вы поставите маленький стоп, вас по-простому просто тупо укокошит. Поэтому говорю сразу. Граль существует только в одном. Ваша система будет работать на любом рынке при условии, что вы понимаете конъюнктуру рынка и вы гибкие. Вот это самое главное. Что такое гибкие? Поднялась волатильность, вы, естественно, поменяли все. Упала волатильность, вы, естественно, ставите меньше стопы. То есть вы должны быть гибким с рынка. Самый большой абсурд, когда говорят, что богатые и умные могут достичь успеха в трейдинге. Посмотрите на меня. Я не считал себя умным никогда и пришел в трейдинге с 400 долларов. Ну, я же достиг успеха. Почему не можете вы? Ну, я же достиг успеха. Почему достиг успеха Стивен Коуин? Почему там, не важно, Ворон Баффет и все остальные. Но эти же люди смогли достичь успеха. Карл Айкон, Рей Далио, который начал инвестировать там с детства. Но эти же люди смогли достичь успеха. Но есть же такие компании, например, как Амазон, которые там ведут вверх. Есть такие компании, например, как Фейсбул. Есть такие компании, как Эппл. Ну, эти же вещи все работают. Эти вещи абсолютно не случайны. Почему вы считаете, что вы не можете достичь успеха? Почему? Я считаю, как вам сказал уже, что есть определенные вещи, которые, по-простому, будем говорить так, помогут вам достичь какого-то успеха. И эти вещи, эти вещи, они заложены в вас. Знаете, когда говорят, 95% успеха – это дисциплина. Давайте будем говорить красивыми, простыми словами. Что такое дисциплина? Это когда вы можете сделать вещи, которые вы хотите, и не делать вещи, которые делать вы не хотите, или которые делать не надо. Запись этой лекции будет. Поэтому вот это, это, это самое главное, то, к чему вы должны прийти. И если кто-то, если кто-то считает, что в трейдинге нельзя состояться, можно и нужно. И самый большой миф – это то, что трейдинг – это хобби, а не серьезный бизнес. Это самый большой миф. Трейдинг – это работа. Я хожу каждый день на работу, каждый день делаю домашние задания, и каждый день у меня листики, и я каждый день в рынке. В той или иной степени. Я могу быть час в рынке, я могу быть два в рынке. Называйте, у меня есть помощники, которые там могут просто просмотреть домашку и все остальное. Для того, чтобы это все финализировать, я скажу вам сразу. Первое – те, кто уже торгует, естественно, включайте дисциплину. Те, кто еще не торговал, обязательно возьмите элементарные базовые вещи по трейдингу. Элементарные базовые вещи. Вот человек, молодой человек, дьявол, сказал, сколько людей, которые не достигли успеха. А я ему задам простой вопрос. А сколько людей не достигли успеха в жизни? 95% людей в жизни не состоялись. Это одно и то же. Это показывает о том, что трейдинг – это миф. Это не миф, это работа. И очень многие из вас, которые относятся к этому как мифу, этого не понимают. Это работа, надо ходить на работу. Работоспособность и адекватность. Поэтому самый важный фактор, самый важный фактор, что 95% людей в жизни никогда не состоятся.